Прибыла машина скорой медицинской помощи. Прибыла машина в центре медицинской катастрофы. За происходящим в аэропорту наблюдают из центра единой дежурно-диспетчерской службы. Здесь находится штаб. По легенде учений, в аэропорту Витязева совершил посадку самолет из Москвы. В одного из пассажиров высокая температура и ряд других симптомов. Медики выяснили, что до этого он был в одной из стран африканского континента. Предварительный диагноз поставлен на основании эпидемиологических данных и данных врача медпункта. Геморрагическая лихорадка неясной этиологии. На основании вышеизложенного предлагаю ввести в действие комплексный план мероприятий по санитарной охране территории. Подозрение на лихорадку Эбола. Сегодня это одно из самых опасных заболеваний в мире. Больного в специальном боксе переносят из самолета в машину скорой помощи. В сопровождении патрульной машины она направляется в городскую больницу. На перекрестках сотрудники ГИБДД готовы перекрыть движение. Следом из аэропорта выезжает автобус. В нем 16 пассажиров и членов экипажа, которые контактировали с больным. За ситуацией наблюдают через видеокамеры системы «Безопасный город». Учения состоялись. Учения состоялись. Они показали слаженность всех служб и ведомств, которые принимали данное участие. А в этом учении были задействованы как медицинские подразделения, так и подразделения санэпиднадзора, так и органы внутренних дел, МЧС. Задействован был ассоциационный центр. Задействован был ассоциационный центр. Задействованы препараты, чтобы постоянно было фиксированное количество с хорошим сроком водности. Так называемую контактную группу также изолировали. За их состоянием постоянно следят, измеряют температуру бесконтактными приборами. За ходом учений наблюдают специалисты из краевого центра. Сегодня в регионе постоянно проводятся различные международные мероприятия. Будущим летом она постанет одной из тренировочных площадок мирового футбольного первенства. Сработали оперативно, качественно сработали. Оценка положительная? Папа и физика 5 баллов? 5 баллов. Любое заболевание может быть завезено на территорию России в течение короткого инкубационного периода. Если самолет сели в инкубационном периоде где-то в Бразилии, через 17-18 часов человек может развернуть клинику на территории Российской Федерации. Поэтому мы должны работать по самому сложному сценарию и готовиться к любой инфекции, которая может возникнуть у наших гостей. Возможно, главный итог, по мнению медиков, если бы диагнозы пациента были бы настоящими, то его с большой вероятностью удалось бы спасти, а эпидемию предотвратить. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Руслан Душевский, Анапа-Регион.